СПАРТАК На 12-й минуте СПАРТАК провел стремительную комбинацию бесчастных Титов, Цехмейструк, Кудряшов, но 13-й номер красно-белых не использовал прекрасный момент. Вскоре Новосадов отразил непростой удар Ананка. Между тем на стадион обрушился ливень. Футболистов это не смутило. Титов после ошибки Шустикова ворвался в штрафную, но неточная передача в сторону бесчастных загубила момент. Тут же Лакич после углового скинул мяч на дальнюю штангу, но камня в СПАРТАКовцев простил. А в самом начале второго тайма такой же угловой привел к голу. Нестандартный пас Баранова и одинокий Кудряшов уложил мяч в дальний угол. Зиловцы бросились отыгрываться и СПАРТАК, получив простор для контратак, вспомнил наконец о СПАРТАКовской игре в касание. Красивый момент, но Баранов прострелить не сумел. Тут же Леонов прицельно бил в дальний верхний угол, но мяч в ворота не попал. Однако уже через минуту Шерстнев после хорошего навеса Камнева ударом головой счет сравнял. И вновь как в Ярославле Романцев пошел ва-банк. Он увеличил число нападающих до трех. Кудряшов же продолжал бить по воротам с любых позиций. На 73-й минуте очередной его удар с 30 метров и Резвич изящно пяткой переправил мяч в собственные ворота. Второй дубль Кудряшова подряд. Поистине палочка-выручалочка. Да фарт, наверное, пока идет. Пока идет, так хорошо. Концовка матча была зрелищной. Титов набросил мяч на погребника. Тот пробил по дуге над Новосадовым, но вратарь все же достал сложный мяч. Зиловцы могли уйти от поражения. Бакаев уже, наверное, видел мяч в сетке, но Левицкий сыграл самоотверженно и спас команду ценой травмы, которая, к счастью, оказалась несерьезной. Важная победа Спартака и теперь поставленная в начале сезона традиционная цель стала приобретать реальные очертания. Выиграть первое место в чемпионат России. Продолжение следует...